Ученики и преподаватели Мормонского политехнического лицея в честь 25-го дня рождения образовательного заведения создали новую традицию и заложили капсулу времени. Что пожелали лицеисты потомкам и когда эти наставления будут обнародованы, расскажет Нина Калашникова. Какое ты завтра? Дай нам отверг, пока не имеешь особых примеров. Но знаем мы, сохраниться пора. Лицей к нам за знания успешить детвора. Сегодня хотим мы оставить наказ. Над этим придется у нас каждый класс. Мы верим, потомки прочтут и поймут. Лицей традиции все сберегут. С энтузиазмом и верой в будущее ученики и педагоги Мормонского политехнического лицея заложили капсулу времени. Процедуру посвятили 25-летию учреждения. Интересно будет потом следующему поколению вскрыть эту капсулу. А что они должны? Ну, наказы от классов, которые каждый класс писал. Внутри оставили наши послания от всех классов, от всей нашей параллели. Пожелали будущим поколениям продолжать наши традиции, гордиться тем, что они учатся в нашем лице. И, собственно, всего того самого лучшего, чего нужно иметь каждому человеку, каждому лицеисту. А традиций за четверть века в лицее сложилось много. Это ежегодный день лицеиста 19 октября, он же день рождения лицея. Посвящение студенты, крупные интеллектуальные мероприятия. Например, научно-практическая конференция, юность наука Артика и инженерная выставка. Эта идея возникла, потому что 25 лет для организации считается не юбилей, но это поколение. И, к сожалению, через 25 лет многих не будет. И желание оставить для потомков вот этот дух лицейский, дух познания, дух творчества, ну, некой креативности, он остается. Честь доложить капсулу выпала бывшему выпускнику, а сейчас учителю физкультуры лицея. Он застал и то, и нынешнее время. Ему есть чем сравнить. По сути, они оставили послание своим детям и себе подросшим. И будет очень хорошо, если все те наказы, которые они оставили, они же сами и выполнят. К содержанию капсул для потомков отнеслись с фантазией. Внутри флешка с лицейскими песнями, а послание писали всем коллективам. Они должны быть успешны, они должны верить в себя, и пусть все их мечты сбываются. Я бы, конечно, хотел обнаружить какие-то сведения о том времени, в котором было написано это послание, потому что, безусловно, всегда интересно узнать, что как было 10-20, больше лет назад. И, конечно, хотелось бы узнать мысли тех людей, что они думали, как они себе представляли этот год. Этим годом и станет 2041-й. Капсулу вскроют как раз на 50-летний юбилей. А пока Мурманский политехнический лицей празднует свое 25-летие.